Религиозные люди, стремящиеся к духовному росту, нередко отправляются в паломничество к святым местам. Смысл такого путешествия заключается не только в посещении особого, с точки зрения верования, места, но и в преодолении трудностей, связанных с длительным походом. Зачастую, такую попытку предпринимают люди, еще не полностью уверовавшие в существование духовной составляющей жизни, но в процессе продвижения по маршруту паломничества им удается совершить личностный рост и по-новому взглянуть на привычные вещи. У каждой религии и духовного учения есть особые места, которые стремятся посетить приверженцы этих учений, в надежде проникнуть в их тайны. Религия настоятельно рекомендует мусульманам, хотя бы раз в своей жизни, совершить хадж в священный город Мекку, находящийся в Саудовской Аравии. Здесь расположена самая большая в мире мечеть Аль-Мазджит Аль-Харам, куда ежегодно приезжают миллионы мусульман для совершения намаза. Попасть в город могут только те люди, которые исповедуют ислам, тогда как для представителей других конфессий, вход в священное место закрыт. Другим, не менее важным для мусульман, является город Медина, где захоронен основатель религии, пророк Мухаммед. В некоторые районы Медины могут попасть все желающие, но остальные, как и Мекка, доступны только мусульманам. Самые известные пешеходные туристические маршруты в Европе в Мексике находится монастырь Татанилько, сетающийся важным религиозным центром у католиков Центральной Америки. Еженедельно, сюда прибывает около пяти тысяч паломников, желающих своими глазами увидеть удивительный интерьер часовни и приобщиться к строгим правилам этого святого места. Здесь паломники могут поучаствовать в практиках Игнатия Лайолы, требующие готовности пойти на большие жертвы, ради получения духовного знания. Самые красивые железнодорожные маршруты многие из тех, кто не считает себя адептом ни одной из мировых религий, но желает обрести духовное знание, отправляются в Перу. Лагуны Хуарингас включают в себя 14 озер и прудов, и по утверждению местных жителей, искупавшись в них, можно избавиться от многих телесных болезней. Ну а для исцеления души, можно посетить одного из многочисленных знахарей и шаманов, использующих тысячелетние традиции своих предшественников. Самые популярные туристические маршруты в России и находящиеся в Тибете гора Кайлаш привлекают множество паломников, являясь особенным местом для представителей разных верований и учений. Считается, что обойдя ее вокруг, человек получает благословение высших сил и сильно вырастает, как личность. Маршрут растягивается на 52 километра, и находятся те, кто преодолевает его ползком, демонстрируя смирение и готовность к преодолению трудностей. Подъем на вершину закрыт для всех без исключения, чтобы не оскорблять тех, что относятся к горе с огромным почтением.